В Ненецком округе утвердили правила использования единого хранилища документов. Соответствующий проект постановления на заседание администрации Ненецкого округа представил исполняющий обязанности руководитель Департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций Павел Окладников. Согласно поручению губернатора, данное хранилище мы запустили с 1 июля. Сейчас у нас идет в тестовом режиме, туда уже подгружают жители по предложениям сотрудника МФЦ свои документы. И здесь, скажем так, мы приняли подзакон на акт, который будет непосредственно описывать, каким образом это будет работать на территории Ненецкого округа. Порядок, в частности, включает перечень категорий документов личного хранения, порядок создания электронных копий документов и их размещения в подсистеме, а также правила определения сроков, в течение которых документы личного хранения могут быть использованы заявителями, отметил Павел Окладников. Если разобрать процесс предоставления пользования единого хранилища документа здесь, два подхода. Первый подход – гражданин, обратившись в офис МФЦ, по предложению сотрудника МФЦ, оставляет свои документы, заверенные копией в хранилище документов, то есть при получении той или иной услуги. Первый документ, который мы там разместили, было свидетельство о рождении ребенка, если не изменяет память. И то же самое житель сможет сделать через портал госслуг, но отдельно хотелось обратить внимание, что пока это сделано только для наших, для региональных услуг. В перечень документов личного хранения, которые можно разместить в едином хранилище документов, вошли военные билеты, свидетельства, подтверждающие родственные отношения или факт государственной регистрации акта гражданского состояния, водительские удостоверения. Кроме того, жители Ненинского округа смогут загрузить в хранилище документы, подтверждающие право собственности, трудовую деятельность, доход, документы об образовании, справки об установлении инвалидности, архивные справки, решения суда и судебные акты, а также наградные удостоверения и другие документы. Как сообщалось ранее, единое хранилище документов позволит оптимизировать процесс получения государственных и муниципальных услуг жителями округа.